сегодня для вас подготовила обзор на косметику с магазина lady makeup этот магазин как я поняла находится в польше по крайней мере склад у них точно находится в польше и оттуда идет доставка но доставка есть как в украину в россию так и в другие страны об этом я обязательно расскажу чуть-чуть попозже а давайте теперь перейдем именно к самому интересному здесь собраны вот просто вот список моих хотелок последнего времени поэтому я думаю вам тоже будет интересно первое о чем хочу поговорить это тональная основа от estee lauder называется она double wear эта тональная основа уже очень давно существует на рынке и это такой уже культовый продукт тональная основа все-таки довольно специфическая скажем так как только я вот так вот открыла упаковку и почувствовала запах этой тональной основы мне он на сто процентов напомнил запах revlon color stay эта тональная основа действительно невероятно стойкая вот у меня настолько стойких тональных основ еще наверное в коллекции никогда не было потому что я с этой тональной основы мало того что проходила весь день я сняла 4 видео сидела под светом софтбоксом да то есть зачастую когда я использую какие-то тональные основы и снимаю при этом целый день то у меня где-то ко второму видео я уже начинаю чуть-чуть так блестеть к третьему я уже вообще сильно начинаю блестеть а к четвертому у меня уже просто все течет течет с моего лица здесь же она имеет какую-то феноменальную просто стойкость вообще ничего не потрескалась ничего не начала двигаться ничего не начало сползать течь я буквально может совсем капельку начала блестеть но тем не менее общий вид макияжа просто вот выглядел абсолютно одинаково от момента нанесения до момента когда я смывала макияж это конечно огромный плюс этой тональной основы и еще огромнейший плюс этой тональной основы по сравнению с равлон color stay это то что конкретно мне она не сушит кожу потому что равлон color stay когда я попробовала для комбинированной жирной кожи у меня такое было впечатление что моя кожа постепенно вот так вот стягивается и это было просто невозможно это не комфортно до безумия что касается покрытия покрытия здесь от среднего до плотного то есть можно совсем лег и легким слоем нанести и вы получите такое хорошее среднее покрытие если чуть-чуть наслаивать а наслаивается она тоже очень классно если наслаивать то вы получаете все более и более плотное покрытие кому я могу порекомендовать эту тональную основу если вы планируете ее использовать на каждый день то я бы рекомендовал ее только тем у кого действительно очень жирная кожа что на вас абсолютно не одна тональная основа не держится и вам нужно вот это вот стойкость и плюс ко всему этому у вас есть еще какая-то серьезная или краснота на лице или может быть какие-то высыпания какая-то пигментация которую вы хотите перекрыть потому что вот это именно такое знаете серьезная артиллерия поэтому на каждый день это только если лицо действительно ну в кавычках проблемная я думаю вы понимаете о чем я говорю во всех остальных случаях наверное для повседневного макияжа я бы ее не рекомендовала но вот иметь вот такую вот штучку в коллекцию для того чтобы краситься на выход для визажистов тоже в коллекции вот такой вот тональную основу иметь очень классно сейчас этот он не на мне но в предыдущих двух видео у меня это тональная основа была ли на лице вы можете посмотреть как она смотрится кстати у меня тон 1 n 2 этот тон идеально для меня подошел вот это истинный оттенок моей кожи не светлее не темнее он действительно вот когда растушеванный он полностью сливается с моей кожи я очень довольна этим оттенком и давайте наверное перейдем на такой вот более бюджетный уровень и я вам покажу еще одну тональную основу я сейчас говорю о милане это тональная основа conceal and perfect что хочу сказать вот эта тональная основа у нее есть один огромный провал это оттенки у меня оттенок 02 natural и по свотчем в интернете второй оттенок светлее чем 1 1 я не пойму то ли он окисляется то ли он в принципе темнее я не могу понять в чем дело но второй оттенок на всех свотчах в интернете светлее именно поэтому я взяла себе тоже второй оттенок но это такой вот хороший оттенок середины лета скажем так то есть не когда я уже максимально там загорелая а вот когда моя кожа немножко вот уже пропиталась вот этим вот летним загаром и она делает эффект именно такого красивого загара то есть нет ощущение что вот у меня какой-то просто тон желтый да или сильно оранжевый на лице а вот ощущение что у меня просто очень классная такая вот немножко загорелая кожа сейчас этот тон у меня на лице из-за вот этого всего освещения может казаться что как бы ну это обычный оттенок моей кожи то есть достаточно светлый но я вам покажу свотчи я вам покажу свотчи вот этих двух тональных основ рядом вы поймете о чем я говорю потому что милане конкретно темнее по сравнению с ст и лори а ст и лори это моя как бы настоящая тональная основа мой натуральный оттенок кожи что касается характеристик и плюсов этой тональной основы она действительно тоже хорошо перекрывает все недостатки у нее действительно такое хорошее тоже среднее покрытие наслаивается на чуть-чуть хуже то есть ее нужно больше с ней работать но тем не менее она наслаивается тоже хорошо но вот к сожалению стойкость по сравнению с предыдущей тональной основой немножко хромает вот это все таки менее стойкий вариант у меня через какое-то количество часов там например через там два-три часа уже начинается она как бы расслаивается в мимических морщинах начинаются такие как трещинки в мимических морщинах я это замечаю вот здесь на лбу вот между бровями тоже я это замечаю но тем не менее вот эта тональная основа стоит очень дешево вот она реально это бюджетная тональная основа она недорогая абсолютно и мне кажется что если вы себе с лагер позволить не можете однозначно закажите себе либо милане если оттенок вам подойдет либо равлон color stay потому что вот это три вот этих тональных основы они как-то вот находятся мне кажется в одном семействе тональная основа это тоже мне не сушит кожу очень комфортно ощущается на лице поэтому как бы больше даже не придраться ни к чему следующий продукт который я вам покажу это будут тени мэйболин color tattoo и оттенок это 91 крем-де-роуз если вы помните летом я снимала видео совместно с ниной не анила бронштейн и у нее вот конкретно этот продукт был в ее фаворитах я еще тогда на него положила глаз и вот где-то всегда у меня в мыслях это крутилось что надо себе вот сто процентов вот такой вот штучку заиметь этот оттенок очень интересный вот как минимум это оттенок такой вот грязной пыльной завядшей розы как-то так бы я наверное его описала но когда я наношу его на века я наношу эти тени именно как базу если вы знаете я огромный фанат мак pro long wear paint pot только у меня вот soft ochre и как вы видите soft ochre он по сравнению с мэйболин очень желтый то есть soft ochre это такой вот настоящий желтый оттенок такой как телесный как консилер скорее вот это более такой вот именно розоватый грязновато розоватый оттенок но тем не менее вот мак на веке выглядит вот именно бывает иногда дает желтинку если его очень хорошо не растушевать то он бывает его даже видно но вот этот вот он как-то абсолютно уникально сливается с тоном моего моей кожи он отлично просто выравнивает тон века скрывают все сосудики и создает вот такую вот площадку скажем так нейтральную для нанесения теней если вы ищете какую-то бюджетную но стойкую базу под макияж то вот это вот я бы сказала отличный вариант еще хочу вам показать штуку тоже которую ну как и все в этом видео это тоже моя давняя хотелка и я сейчас говорю о клее от до вот эта зеленая серия когда-то позиционировалась насколько я помню как серия без латекса то есть вот эта серия голубая она с латексом и я заметила что у меня скорее всего есть чувствительность к латексу потому что каждый раз когда я клею ресницы с помощью вот этого клея у начинается такое немножко ну как я не знаю как зуд какой-то начинается на в районе ресниц и под конец вечера и особенно если на целый день клею ресницы мне просто хочется уже вот так вот глаза потереть со всей силы вот этот же клей на нем сейчас нигде не написано что он latex free или как-то так раньше вот было на зеленые серии написано составе я здесь латекса не нашла но тем не менее я его уже протестировал сейчас я тоже наклеила ресницы с помощью этого клея очень удобно что у него есть кисточка потому что вот это вот зараза вот и и мало того что нужно постоянно вот так вот разрабатывать для того чтобы клей там как это сказать он расслаивается и для того чтобы назад все хорошо однородная текстура была его нужно сначала так вот примять потом вы откручиваете этот носик и потом еле-еле нужно как-то пытаться это выдавить зачастую он вот так вот стреляет таким вот просто и уже потом с этим начинаешь работать а вот тут очень удобно тем что есть кисточка вот так вот просто на ресничку все накрасил и тоже он становится клейким быстрее то есть если с синим дуо надо ждать хороших 30 секунд перед тем как клеить то с этим секунд 15 достаточно и уже после этого все отлично клеится и и еще последние два продукта которые я вам сегодня покажу это дуо которая сейчас у меня на губах это абсолютно такая нюдовая комбинация и я вот эти два продукта не могу сказать что это мои дикие хотелки но я и докинула потому что мне хотелось добрать заказ до 2000 гривен а после 2000 гривен там уже бесплатная доставка получается по украине и мне хотелось потому что мне не хватало там что-то буквально гривен 50 по моему не хватало я заказала от make up revolution два товара мне в целом хотелось эту марку попробовать но я не думала что мое знакомство с этой маркой начнется именно конкретно с этих продуктов я просто выбирала вот как бы из как бы из категории одни из самых 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 дешевых в общем-то два продукта этих стоит просто копейки вообще карандаш по моему то ли 20 гривен то ли 30 гривен что-то такое помада тоже именно в такой же ценовой категории и я не возлагала никаких надежд на эти два продукта но оба мне эти продукта очень понравились как вы видите это комбинация создает очень такой вот красивый нюд действительно красивый нюд мне очень нравится как это выглядит карандаш безумно классный вот если что-то из этого одно я бы рекомендовал это наверное карандаш он очень светлый он цвета вот именно не удавала но такого даже знаете граничащий с консилером вот этим карандашом можно как делать просто под контур губ да и заполнять губы так и можно вот если вы например делаете какую-то яркую помаду можно потом подчищать и использовать его как консилер и именно из-за того что форма у него карандаша это безумно удобно где-то там на границах в уголках это делать очень 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 классный карандаш я вам обязательно оставлю ссылки на конкретные продукты потому что у него здесь вот я не знаю я не могу найти какой-то номер лип лайнер диван все это все что здесь написано по моему эта серия тем не менее обалденный просто карандаш что касается помады помада это у меня серия просто написано lipstick и оттенок nude помада ну как бы за свою цену она отличная и это именно такая правильная оговорка потому что я не могу сказать что это моя самая любимая нюдовая помада на свете но за свою цену она отличная она не глянцевая она не кремовая она именно вот такая вот как вы видите у меня на губах то есть такая немножко пудрово-матовая что ли вот вот такой какой-то финиш она делает абсолютно не стойкая то есть если я сейчас попью кофе или там не знаю что-нибудь там поцелую своего мужа то от нее естественно ничего не останется на губах но тем не менее вот как вот такой вот нюдовый красивый лук за 60 гривен по моему просто я не знаю 5 с плюсом в общем-то с обзором у меня все давайте сейчас вам тоже еще немножко расскажу об этом магазине изначально когда вы заходите на сайт lady makeup то вот это первое что вы видите главная страница и первое что вам нужно сделать это убедиться что вы на правильной версии страницы то есть есть польская версия есть украинская версия есть русская версия зависимости от страны доставки выбирайте ту версию которая вам нужна то есть если я нахожусь в украине вот у меня украинская версия цены я вижу в гривнах если же я перейду к примеру на русскую версию то здесь я вижу цены в долларах и соответственно вся информация будет по доставке по оплате и так далее все уже заточено под россию и давайте сейчас я вам покажу оформить заказу для украины это вообще элементарно то есть вы делаете так как в обычном интернет магазине добавляете все в корзину и после того как вы уже готовы оформить ваш заказ у вас здесь есть варианты доставки новой почты что крайне удобно и оплатить можно без наличной оплаты то есть через pay you это система электронных платежей вы просто вводите данные вашей карты оплачиваете без комиссии это тоже вам позволяет экономить потому что если вы оплатите сразу то потом сэкономите и не будете платить на новой почте за перевод денег можно также оплатить при получении то есть на новой почте вы приходите получаете посылку и собственно сразу за нее и оплачиваете стоимость доставки зависит от тарифов новой почты сейчас это приблизительно от 35 до 50 гривен и если вы делаете заказ больше чем на 2000 гривен то доставка у вас будет бесплатная что же касается россии то сейчас если я перейду на российскую версию сайта то цены мне показываются в долларах и доставку мне нужно естественно изменить на россию и как видите доставка есть не только в россии и украину недостаточно во многие страны доставляет этот магазин и собственно вы видите варианты доставки можно курьером доставить то есть прям к вам на порог принесут либо просто почтой и оплата как я уже и сказала через paypal что касается сроков доставки то это где-то приблизительно 14 дней и стоимость вы сейчас видите на экране также кстати если вы выбираете доставку обычной почты то всегда по трекингу проверяйте сами где находится посылка потому что почта россии не всегда уведомляет о том что посылка поступила и чтобы вам же было спокойнее вы можете зайти в графу дополнительной информации и там смотреть где находится ваша посылка по трекингу также что довольно приятно у них часто бывают какие-то акции в целом за акциями можно следить на их страницах фейсбук и также у них есть страничка и в контакте и каждую неделю они меняют акции то есть вот сегодня например такая акция такие скидки на следующей неделе будет другая акция на другие марки какие-то и в целом независимо от того на какие марки идут акции если вы заказываете от 450 гривен то вы уже потом можете за одну копейку себе добавить в корзину какие-то приятные подарки например там помаду или какую-то палетку кисточку то есть зависимости от того что на данный момент предлагается и вот смотрите как это работает сейчас у меня в корзине допустим стоимость 536 93 и мне предлагают бесплатно добавить в корзину тенюшку еще от make up revolution в принципе достаточно приятный такой бонус что касается ассортимента то список брендов здесь достаточно широкий в основном это бюджетные марки но есть также и люксовые например как осте лады и другие какие-то тоже например не сильно дешевые такие как the balm не совсем люкс но в то же время и нельзя сказать что совсем уже масс-маркет вот и все я очень надеюсь что это видео вам понравилось и было вам полезным обязательно оставляйте вопросы если у вас какие-то остались ставьте лайк этому видео подписывайтесь на мой канал и мы с вами увидимся в следующих моих видео пока